бог если он приходит и говорит то он делает это так о май га я только что понял после чего вы знаете все что он хотел вам сказать в эту секунду даже если это будет война и мир толстого эта компания занимается подготовкой визуального второго пришествия иисуса христа помимо того что это будет визуальная голограмма которую увидит каждый человек живущий на этой планете в какой бы точке мира он не находился помимо визуализации это будет и звуковая картинка скажем небесное шоу которое будет переведено на все языки мира вы понимаете вот а ну ибо восстанут уже христы уже пророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных в это время возрастающего кризиса когда мир будет отчаянно искать помощи и всеобщей стабильности помощь проявится в самой удивительной форме но во втором послании коринфянам библия предупреждает о том что сатана принимает вид ангела света к сожалению многие люди с распростертыми объятиями встретят не иисуса а сатану выдающего себя за сына божьего посредством этого дьявол сможет объединить людей всего мира и утвердить свою фальсифицированную систему поклонения именно он уже тысячи лет назначает папу римского таким образом он совершит величайший обман когда-либо осуществленный по отношению к человечеству на небе уже все решено скоро на земле будет бог это раз во вторых царь обещанный то есть правитель истинный правитель руси он будет и он будет дан благодаря молитвам святых молитвам мучеников также по молитвам христиан и он будет дан обещанный царь так что кому-то нравится это вам не нравится он будет это я точно знаю вот на сто процентов я точно знаю именно он будет дан в противовес также мне был показан господьте к стойте я видела господа нашего иисуса христа я точно знала что это он понимаете когда вас в Украину пытается искусить и когда действительно приходит господь в это чувствуете мгновенно просто понимаете когда приходит к господи сус христос потом это просто сной и так никаких сомнений просто даже не Вы понимаете, вот просто ни единого сомнения. И Он дал понять, мы с Ним шли по дороге. Так красиво было вокруг природы. Мы с Ним шли. Лик я его, естественно, не видела, потому что мне нельзя. Но я знала точно, что это Господь. Потому что в каждой молекуле воздуха, в каждой клеточке была пропитана любовь. И я слышала его даже голос. Это просто голос, роднее матери и роднее отца. Там столько любви. В то же время там любовь и в то же время власть. Вот понимаете, не просто власть, а могущество, сила. Это только у Бога есть такое могущество. И у Сына Божьего. И вот этот голос, я его слышала давно. И в этот раз, уже это третий или четвертый раз, когда я слышала его. Когда мы с Ним шли, и Он сказал, передай всем людям, всем христианам. Что лжехристос для верующих уже пришел. Вы слышали? Вы понимаете? Она с Ним гуляла. И это как раз то, о чем я вам говорю уже очень давно. С самого урока Иуда, время великой скорби. Что вы, истинно верующий, поклоняющийся в духе и истине, будете идти за руку с православным или католиком, или верующим в душе, или посещающим ведьм-гадалок, верующих в Бога Род, эзотериков, экстрасенсов. И у вас будет разная реальность. Именно поэтому я вам еще раз напомню мой опыт встречи с лжехристом. Он не представляет, насколько все реально и серьезно, поэтому я, простите, на этом раме было естественная реакция. Вы видели? Страшно. У меня сразу было четкое разделение, что метро, ты туда не ходишь. Рассказываю, почему. Раз, начало, что-то заинтриговать вас. Последний раз, когда я спустился метро ночью, помимо сейчас, я спустился метро, я уже знаю о том, что у меня, у меня, вот они ходят вокруг, эти звери, они меня, я им нужна очень сильно. Почему, если кто-то не въехал, скоро въедет? Потому что на ней только видео, единственное, догадались, что я не ку-куу, и на видео четко видно, что они его боятся. Гонка за телефоном, сейчас уже телефоном за мной, и поэтому, потому что мы на земле, никакая бабайка, никакой дух, никакая барабашка, явиться и забрать телефон не может. Спасибо, такие правила, везде про, это игра, давайте скажем так. Здесь есть, в игре есть правила. И в этой игре нет ни потупных целей. Правила все, просто их следует, потому что знаю, что нарушу правила, секир башка, кирдык жизнь, ну и короче, все очень страшно. Они это все боятся. Правила все жесткие. Правила договоренности, которые соблюдаются и никогда не нарушатся, никогда ни за что не нарушатся. Поэтому я четко понимаю, что на глазах у людей они сделать со мной ничего не могут. Среди толпы они ничего делать не могут, днем они ничего сделать не могут. Может, поэтому никакой, опять же, никакой Куперфиль не щелкает пальцами, и у меня телефон не исчезнет. Так и произошло. Мне его нужно было беречь, я его сберег. Информацию я передал, а на нужных руках доверяясь своим чувствам. Это мой подарок. Именно поэтому. Главных три подарка. Вижу, слышу, чувствую. Помимо главного. А теперь вообразите, насколько это важно. Для меня, для вас и для всех много-много кого. Ради кого мы это все выполняем. Вот так. Я через это прошел, я вам говорю заранее, чтобы вы поверили, когда все это начнется, вы поняли, что это неизбежно. И оно будет. И для всех, и для праведных, и для неправедных. Я же бегал по Нью-Йорку, я смотрю все эти монстры, все эти уроды. Но сейчас-то я знаю, он мне все это объяснил, поэтому я вам и передаю. Я вас готовлю к страшным дням. Многие не пройдут через это, да, потому что, опять же, что будет происходить, у многих крыша поедет. У фараона задача свести с ума. Когда вас сводят с ума, это вас запугали. Запугали, свели с ума, все, вы в его лапах. С недобрым взглядом, недобрые глаза. Я-то знаю, о чем я говорю. Поэтому сразу опускаем этот момент, опять объяснять, насколько они злые и плохие. Не буду. Следуют за мной, значит. Я запираюсь, а я, естественно, в трехкомнатной квартире, которая, снимая, ну, под сдачу, там, отдыхающим, посещающим город, три разных комнаты, да, и, естественно, когда я туда заезжаю, она пустая, почему-то никто отдыхать не едет. Странно. В Нью-Йорк-то желающих нет. Подешевле, вот, наверное, RMB и снять квартиру. И никого там нет. Первая ночь ужасов, естественно, потому что я переживаю. Я знаю, что за мной, погоня началась. До конца не понимал, зачем, но понимаю, что погоню. Ну, и, короче, я такой запираюсь, закрываю двери, подпираю там все, чем только можно. И чтобы закрепить подпор, палку, я оставлю чемодан. И, ну, чтобы чемодан еще упирался с этой стороны, чтобы палка вообще никуда, ни вверх, ни вниз, ни в бок, никуда не шелохнулась. До этого я подводил, а сейчас вы увидите своими глазами, как отец открывает истину. Но только на тот момент, когда я находился в Нью-Йорке, у меня проходил урок выживания. Да, тут еще шла борьба Бога с дьяволом за меня. Как, давайте скажем, одного из ведущих участников игры на земле. В тот момент в Нью-Йорке я был уверен в том, что меня ищут убить. И только в последний день я понял, что меня так и никто и не тронул. И только по возвращению в Россию отец объяснил мне, что это и был мой урок выживания. После чего он мне начал открывать Библию. А процесс открытия истины Отцом Небесным вы увидите сейчас. Даже до стены там немножко остается. Я иду, беру из пачки столпы книг, пять книг выхватываю, начинаю засовывать. И у меня остается одна в руках. И что это за книга? Она так и называется. Познать Бога. Случайность? Конечно. В какой-то квартире, где я пытаюсь спастись, мне нужно чем-то подпереть сумку. Я иду из стопы книг, просто выцепляю пять, засовываю, подпираю. И у меня остается ровно одна книга в руках. Узнать Бога или познать Бога. Давайте скажем, случается понятно. Дальше поехали. Короче. И я начинаю оглядываться. Я вижу одну картину. Что это за картина? Давайте все вместе. Тайное вечере. Тоже случайность. У всех висит в квартире такая картина. А особенно в тех квартирах, которые вы снимаете для того, чтобы приехать отдохнуть. Съемные квартиры, так, для потусоваться, сексом заняться. Там тайное вечере всегда. Третье, что я начинаю, запираю там, подпираю тут, припираю здесь. Я понимаю, что ровно та комната, в которой я, мне прям несколько раз подчеркнули, что в эту комнату тут ты спишь. Я говорю, ладно. Хотя все комнаты одинаковые. Одинаковая постель. Одинаковая кровать. Одинаковый размер. Но я сплю в той комнате почему-то. И мне сказали несколько раз. Я, естественно, начал проверять в первую ночь все окна. Там что закрыто, не закрыто, где, как. И ровно моя комната, в моей комнате, в окне, вот эта вот лестница пожарная, по которой можно спуститься в каждую квартиру. Они ровно так и переходят. Например, там пожар, они спустились по лестнице в другую, но этаж ниже. И прошли через нормальную, через квартиру и вышли все в подъезд. И пошли вниз спасаться. Ровно у моего окна, у которого за щекол, да, ее нет. То есть ты открываешь окно снаружи и заходи. Тоже совпадение, да? Именно у моего окна, лестница, окно, которое сломано, не закрыть. Я сплю, окошечко открывается, горло перерезается. Называется вот так. Я подпираю это, естественно. Ну, короче, наступает следующая ночь. Я проверяю все свои подпиралки, запиралки. Кто-то на улице орет, что, типа, каждая жизнь важна. И какие-то чуваки там что-то разбирают. Я выглядываю, пять машин. Я думаю, ну, все, трындец. Не собирался ехать сюда. Зачем ты сюда приехал вообще? Ну, все, короче, хана. Сейчас дверь выломается. Ну, я, по крайней мере, я знаю, что дверь у меня подперта. Я ее выломать нужно время взломать. И это будет шумно. А у нас в билдинге всегда есть люди. Поэтому это будет милиция. Это мне надо. Не открывай. Никто к тебе не войдет. Вот оно и ответ тебе. И мне это друзья два раза сказали. И мама всегда говорила. Это я вспомнил в тот момент. Что, да, не открываешь. И я думаю, сейчас буду проверять. Даже не постучали. Но они все поднялись на этаж выше. На этаж выше. Ночь я слышал какие-то шаги, какие-то стуки, какие-то что-то еще. Но они были явно недовольны, короче. Это все происходило всю ночь. На утро я услышал сирену. Ну, машина проехала полицейским. Я такой, дневной дозор уступил. Можно выходить. Я вышел. Никого не подъезда. Никто ничего, ничего вообще. Все нормально. Я ушел. Но перед тем, как уходить, что я вижу? Я вижу на стене. Такие же есть не с номерами на машину, а с какими-то надписьми, с приколами. И ровно такая висит над дверью. Я ее замечаю. Я ее заметил ровно в тот момент, когда я уже поговорил еще раз с Фредом. И окончательно понял, что мне его на свою сторону не перетянуть. Он не откроет глаза никогда. У меня на него нет времени. Я уже с этим в душе смиряюсь. И ровно тут я обращаю внимание на вот эту штуку над дверью. Что на ней написано? На ней написано. Это же табличка написана такими зелеными маленькими буквами. Написано. У тебя появился друг. И что важно заметить в этот момент? О том, что друг появился. Что не есть, не был, не будет. А он появился. Внизу во Флориде, а посередине, зелеными маленькими, а посередине большими красными буквами написано имя. Jesus. Иисус. Иисус мне послал. Понимаешь? О май гад. Я только что понял. Все пришло это опять. Вот тебе и разделяй. Метро. Автобус. Ты не можешь пользоваться метро, ну, или ты будешь в опасности, да? Либо едь на земле. А вот тебе. Я только что мне дали, блин. Как это приходит? Я не знаю. Я прям бам. Я знаю это уже. Все. Закрыли страницу. Боже, не повторяем и не переспрашиваем. Все знаки, которые вот такие. Чуткое ощущение в тот момент, что вот мне Бог послал знак. У меня не осталось здесь никого. И я такой, вау, картинка. Вспоминаю, да. Друг у меня в Флориде. Надо ехать в Флориду, значит. Значит, кто-то у меня там, кто мне будет помогать справляться, нести мой крест. Никто тебе твой крест не будет помогать нести. Твой крест – это твое. Есть вспомогательные какие-то моменты. Твоя семья, люди, которые тебя, которым все-таки на твоей стороне остались, да? Не думают, что ты чик-чик, чик-чирик кукуруху. Ну, никто за тебя ничего не попрет. Мы в жизни это знали, что сделать хочешь хорошо – сделай сам. Или вообще сделать что-то. Что ты сделал – сделай сам, да? Ровно такая же история и там. Никто крест не попрет. Соответственно, никаких у меня друзей в Флориде не ждет. Понимаешь? А! Ну вот и все. Еще раз мне сказали. Спасибо большое. Это ровно то, что этот вот знак, вот такой знак, после которого я увидел, уходя уже из дома тоже, я увидел, что на стене такие мазки от краски черные. Но если посмотреть на нее, это дьявол с посохом. Понимаешь? Которую вот эту табличку ты и повесил. Ну, то есть, к знаку знак. А теперь быстренько объясню, к чему я. К тому, что, когда я потерял всех и все, я был опустошом. Я был потерян. Я находился в состоянии непонятно чего. Как жить дальше, когда тебя все предали. Здесь. И тут мне знак. У тебя друг во Флориде. Иисус. Понимаешь? Какой у меня друг во Флориде? Это его промысел. Его промысел. Чтобы я поехал в Флориду. Там у нас что? У меня и так денег нет. Вообще денег нет. Я сейчас долги влезу, чтобы уехать в Флориду. Чтобы там зацепиться. Что-то надо. А еще мне надо прятаться от них. Они там же будут все. Эти мои друзья. Проходя по Нью-Йорку, я снимаю. Меня привлекает внимание. Вот этот автобус. Вот с этой его кофейшей. Где сидят какие-то испуганные, непонятные люди. Что здесь написано? Здесь написано. Один из нас красным лжец. Понимаете? Ни один из двух. Ни один из десяти. Ни один из ста. А один из нас. Именно поэтому, когда я говорю, что весь Нью-Йорк, это то, что я имею в виду. Весь Нью-Йорк был против меня. Это просто была другая реальность, где был только я против всех. Нас никто не понимает. Мы для всех дураки. Понимаешь? Да у него крыша поехала. Да у него стартодон наркоман вообще. Понимаете? Вот так. Вот в чем сложность игры, сложность задачи. Понимаешь, мне нужно прятаться, вызывать все дела. То есть я погрязаю в погряз. Получается такое, что я просто потом сдаюсь или меня там крякнут. Потому что здесь хотя бы холод. Мне нужно куда-то, кому-то найти, зайти и поспать. А там нет зимы. Я там, ну ладно, сегодня. Я переночу вот здесь, под этой пальмой. Понимаешь, сколько вариантов появляется у чуваков, которым я нужен? Понимаешь, сколько? Вот просто подумали, а кем? И посмотри. Вариантов? Блин, куча. Хочешь, хочешь себе? Бери. Или там, или наоборот. Я прихожу, ухожу к другу. У кого фарь идет? А прекрасного друга. У которого бабло, все дела. И я просто забываю о том, что я вообще тут делаю. Я начинаю гулять, бухать. Ну, постепенно, конечно. Я же сначала приеду с миссией. А потом, как все это и делается. Приезжаешь с миссией, уезжаешь без души. И вот и все. Вот его был план, который, опять же, не сработал. И что очень интересно. Ну, конечно, совпадение. Но очень интересно. Я, уходя, открыл, в душ сходил. Закрывая душ, я слышал, как кран закрывается просто со звуком. Недоволен. Провалился еще один план. Понимаешь? Разделение, да? Под землей, не ходи. На земле, ходи. Ночью, ну, либо решай свои проблемы потом. Днем, понимаешь? А вот тебе еще одно разделение. Когда я получаю информацию сразу. Ну, я тебе говорю, в тот момент вам говорю. Когда я ее выдаю, не обдумываю. Вот прям меня спросили, я отвечаю. Я знаю, что это правда. Или я сам себе вопрос, сразу знаю ответ. Вот прям, блин, даже не договорил вопрос. Я уже знаю ответ. И знаю, что это оно. А вот такие знаки. Это ты, Дим, подумай. Прикиньте, как все классно. Ребят, это страшно. Это, я понимаю, что это ответственность. Я, наконец-то, ответственный за что-то. Не за что-то, а за нас. Когда осознаешь, мурашки бегут. Но с другой стороны, боже, я так это ждал чего-то такого, чтобы, наконец-то, блин, быть чем-то нужным кому-то. Это же жестко, конечно. Когда от тебя отвернулись, вообще все солидуются. Диме его просто. Еще и предают, когда ты пытаешься объяснить, что, блин, ты хотя бы рот держишься на замке. Он тебя просто создает. Понимаешь, каждый твой шаг. И ты принимаешь решение, что... Говоришь с Дорманом, чтобы они меня не пускали. Потому что он-то сам нормальный, Фред. Ну, от того, что он баран в танке, он неосознанно сдает меня. И сегодня я принял решение, что я закрываю себе проход туда. Говорят, что Дорманом, что если я приду и буду просить, ни в каком случае вообще не пускать. Меня в это здание больше солны. Это келагмар. Что я буду объяснять? Почему? Какой причине? Конечно, не буду. Ну, и, короче, вот. Знаки мне показали ровно такие. Образом. Если приходит в голову, ну, тут думать нечего. А если вот такие знаки, тут я буду думать. Понимаешь? Какой у меня друг у Флоридии? Это его промысел. Его промысел. Поэтому, мои друзья, братья и сестры, любых конфессий и верующие в душе, все, что вы должны услышать сейчас и держать это в своей голове на протяжении последующих семи лет, это то, что Бог не придет побеседовать с вами или прогуляться, как это было в случае с Аннушкой. И Бог не будет разговаривать с вами знаками, как это было в случае со мной. Бог, если приходит и говорит, то Он делает это так. О, мой Бог, я только что понял. После чего вы знаете все, что Он хотел вам сказать в эту секунду, даже если это будет война и мир Толстого. А то, что по мнению Аннушки Иисус Христос с ней гулял и разговаривал, я вам еще раз напоминаю, что дьявол принимает образ Ангела Света. А Люцифер, как вы помните, был самым приближенным, самым сильным ангелом до того, как был не свергнут. И исходя из этого, как вы думаете, все, что он может это только нашептывать, просыпайтесь, лжехристос уже здесь. Сам пришел, сам пришел, сама пришла, сама пришла, все, он просил, открыл, не виновата. А ты сиди, дуйся и обижайся, и проклянайся потом за твою волю выбора. Особенно те, у кого родители неверующие, вы будьте на таком чеку. Итак, если вам скажут, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Друзья мои, под пустыней подразумевается земля. Одинаково, как для посланников божьих, так и для антихристов. Вы меня спросите, почему под пустыней подразумевается земля? Да ровно потому, что Библия много раз приводит такие аналогии, где под вселенной подразумевается земля, а под землей подразумевается вселенная. Про них речь идет. Да, что истинно верующие даже могут быть причины этими фокусами. Мы с этого и начали. Если я вам и говорю, что я пришел сюда бороться с ними, потому что включите телевизор, посмотрите в каждом сериале, на каждом канале гадалка. Будут показывать вам фокусы разные. Ванга. Вы понимаете? Вот оно. Вот так. Короче, страхи прогоняем. Страшно сейчас. Но если он приблизится, страх пропадает. Мочись. Все, нет сказки больше. А теперь для того, чтобы понять, каким образом планируется очередной, большой, и я так полагаю, последний обман человечества, сатаной, я вам обязан напомнить лишь одно. То, что вы все прекрасно знаете. Кто знает? А для тех, кто не знал, я сообщаю, что сатана всегда и во всем подражает Господу Богу. Так вот, то, о чем пойдет сейчас речь, в США уже предано огласке. По крайней мере, в интернете. В России об этом никто не знает. В Соединенных Штатах Америки существует, я так понимаю, компания под названием Blue Beam Project, что в переводе на русский означает проект «Голубой луч». Именно эта компания занимается подготовкой визуального второго пришествия Иисуса Христа. Помимо того, что это будет визуальная голограмма, которую увидит каждый человек, живущий на этой планете, в какой бы точке мира он ни находился. Помимо визуализации, это будет и звуковая картинка. Скажем, небесное шоу, которое будет переведено на все языки мира. И для того, чтобы понять, насколько впечатляющей будет эта картина, мы должны иметь представление, что такое вообще голограмма и какого уровня эти технологии на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok полагаю, этого вполне достаточно, чтобы понять, на что способны эти технологии. Следующее, что необходимо понять, это то, каким образом все человечество, весь земной шар увидит и услышит это небесное шоу проекта Blue Beam. Ни для кого не секрет, что наш технологический гений, в кавычках гений, Илон Маск, запускает тысячи и десятки тысяч космических аппаратов в космос. В сети показали, как выглядит Starlink от Илона Маска вокруг Земли. Дистанция между спутниками исчисляется сотнями километров, сейчас их на орбите около трех тысяч, а в планах запустить еще почти 40 тысяч таких спутников. Как интересно, не правда ли, для чего же он все это делает? Конечно же, для бесплатного интернета. Они нам так и говорят. Между тем, репетируя их звездное шоу, у всех на глазах. И это я хочу заметить не только в Америке. В России происходит все то же самое, все те же репетиции. Только нам подается это под соусом НЛО. На этой неделе в небе над центром Москвы был замечен темный треугольный объект. По словам свидетелей, объект имел пирамидальную форму и был шириной до полутора километров. Некоторые говорят, что это было НЛО, подозрительно напоминающее имперский крейсер из «Звездных войн». Оно висело на высоте полтора километра в небе над российской столицей в течение нескольких часов. На одном ролике объект заснят ночью из окна машины, а на другом, вот вы сейчас видите его, днем. Оба видео о вторжении инопланетян в кавычках, естественно, были сделаны любительными. Однако тема НЛО, как обычно, стала настоящей сенсацией. И ролики попали в топ русскоязычной версии YouTube. Как написала по этому поводу британская Daily Telegraph, журналисты сообщили об НЛО, но никаких комментариев из официальных источников сделано не было. здесь нам сообщают о четвертой ступени этого проекта с целью мирового господства, а именно появление неопознанных летающих объектов в крупнейших городах мира, что должно заставить поверить людей в то, что мы на пороге вторжения инопланетян. Давайте почитаем новости, которые меня просто шокировали и удивили. Оказывается, что вокруг нас сейчас огромное количество НЛО и внеземных объектов. Читаем первую новость. В США заявили об угрозе реальных НЛО, которые не связаны с шпионскими шарами. Круто, не правда ли? А теперь хотите узнать, каким образом вся планета услышит этого лже Христа в виде голограммы? Каждый на своем языке. Нет догадок никаких, а ведь это и есть одна из причин, по которой людям вводились и будут вводиться вакцины против искусственно созданных вирусов. Именно по этой причине я вам еще раз напоминаю то, что на эту тему говорит Писание. Не придет Царствие Небесное приметным образом. И никто не скажет вон оно здесь или вон оно там, ибо Царство Небесное внутри вас. И как сказано в другом месте, сын человеческий должен умереть, чтобы вознестись. Поэтому любое Небесное шоу до окончания времени великой скорби, которое наступит в 2029 году, будет являться фейком. И конечно это справедливо, если у кого-то из вас сейчас появился вопрос в голове. Не голограмма ли тот свет, который возник надо мной в тот момент, когда я сплю? Именно по этой причине я начал данный урок с того, что я напомнил вам о том, что сатана во всем и всегда копирует нашего Господа Бога. И именно по этой причине я вам еще раз напоминаю о том, что Библия говорит о посланнике в последнее время. И так как я на этой планете никто не знает священного писания Библия и священное писание Корана, что есть прямое доказательство того, от кого я был послан. И послан я был Отцом Небесным. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 7 6 5 4 3 2 1